Ребят, всем привет! Просили меня записывать больше технических роликов. Вот сейчас как раз такой случай. Смотрите, у меня в работе машина Nissan Murano. На него я ставлю светодиодные линзы. Линзы Dixiel GTR Mini. И вот про эту особенность установки вот этих линз я бы хотел вам сказать. Потому что очень много людей, которые допускают одну и ту же ошибку при установке этих линз. Установщики, которые занимаются постоянно этим, они в принципе все это прекрасно знают. Но для тех, кто устанавливает один, первый раз, второй раз, считаю нужным учесть вот очень важный момент, на котором очень многие попадаются и у них получаются проблемы. Смотрите, в чем проблема. Итак, смотрите, что мы видим. Мы видим, здесь я поставил светодиодную линзу. Опять же, вот эту Dixiel 3-дюймовую GTR-ку, вместо штатной выгоревшей ксеноновой линзы. И в чем здесь вся суть. Смотрите, здесь стоит переходная рамка специальная для Nissan Murano. И на эту рамку я уже поставил линзу. И ребята, вот смотрите, очень-очень важная деталь. Здесь стоит, видите, вот этот болт, он установлен, скажем так, без какой-то шайбы, а снизу, я постараюсь вам показать, чтобы вы увидели, вот здесь вот, снизу стоит вот здесь вот гайка. Ребят, она поднимает линзу, она специально поднимает линзу и эта линза светит выше. Для чего это надо? Ребят, все дело в том, что у данных линз у GTR, у них ось, я об этом говорил уже на обзоре этих линз, у них ось, с которой светит сама линза, она наклонена вниз. Если взять просто тупо рамку и просто линзу и прикрутить, у вас свет упадет вниз и вы не сможете отрегулировать фары, потому что линзы будут светить вниз и регулировок не хватит. Регулировок корректора. Вот этих резьбовых регулировок вам не хватит, которые находятся вот здесь сверху и снизу. Ребят, из-за этого у вас может так получиться, что фары будут светить ниже, чем надо. И ребят, если вот эту операцию не сделать, если под вот эти светодиодные линзы не подложить какие-то гайки, шайбы, то, повторюсь, ваш ближний свет будет светить гораздо ниже, чем надо. И вы не сможете его отрегулировать корректором, потому что вы будете регулировать, когда уже фара будет собрана и у вас не будет возможности залезть обратно в фару. Смотрите, вот с шайбами свет у нас сейчас левая правая фара, она еще не отрегулирована, но примерно соответствует тому положению, на котором они должны быть. Тут мелкая регулировка будет сделана, но основная суть, что они светят примерно туда, куда надо. Если этого не сделать, если не подложить, то вы соберете фары, начнете регулировать и увидите, что вы крутите регулировочные болты, а у вас фара не поднимается и будете ездить, грубо говоря, с сильно заниженным светом. В случае, если линзы устанавливать в рефлектор, то вот на ГТР-ках есть вот такая рамка. И посмотрите внимательно на форму, вы видите, что расстояние вот здесь вот снизу оно меньше, а справа оно больше. Это как раз сделано для того, чтобы компенсировать вот это занижение этих линз с помощью вот этой рамки. Но когда вот этой рамки нет, и мы ставим линзу вместо линзы, то если мы не подложим что-то, либо шайбы, либо гайки, то, ребят, нас ждет сюрприз, и как правило, этот сюрприз выясняется только тогда, когда фара уже собрана и приходится заново разбирать. Вот, в общем, это основная ошибка при установке данных линз. Пожалуйста, ее не совершайте. Поделитесь этим видео с соседом, который присматривает себе светодиодные линзы, и собирается это делать сам. Если информация была вам полезна, ставьте лайк, если была бесполезна, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео.